С приближением холодов повышается риск возникновения пожаров, особенно в домах с печным отоплением. Только в октябре спасатели вместе с муниципальной властью провели более полутора тысяч рейдов. Очередные профилактические мероприятия прошли в селе Черницыно Октябрьского района. Печка у меня работает отлично и в красивом состоянии. Не каждый частный дом может похвастаться таким содержанием очага. А ведь хозяйке уже 94. Печа отремонтирована, побелена, все в порядке. А вот в доме многодетной семьи инспекторы выявили множество нарушений. Домоход и стены печи в трещинах. Дверцы топки не закрываются. Притопочный лист. Площадь маленькая, поэтому площадь нужно увеличить 0,7 на 0,7. Потому что деревянный пол. Если бы пол был бетонный, то тогда притопочный лист не требуется. Так как пол горючий, то обязательно притопочный лист делать. Особое внимание людям из группы риска – одиноким старикам, многодетным семьям и лицам, злоупотребляющим алкоголем. Основными недостатками, выявленными в ходе рейды, были отсутствие плитопочного листа, сушка ветоши на печи, сушка рядом с печей дров, наличие трещин в дымоходах. Одними рейдами профилактическая работа с населением не ограничивается. Органы местного самоуправления оказывают старикам адресную помощь по ремонту печного отопления. Кроме того, ежедневно их навещают внештатные пожарные инспекторы и ответственные от администрации. Проведена большая работа по временному переселению на зимний период населения одиноких престарелых граждан к родственникам или в социальные учреждения с крылосуточным пребыванием людей. На сегодняшний момент около 1800 человек уже переселено. В преддверии холодов специалисты призывают курян проверить исправность электропроводки, обогревателя, печных домоходов и газового оборудования. Ведь огонь не прощает халатности, и надежда на авось может привести к весьма трагическим последствиям. Екатерина Болдырева при поддержке Пресс-службы Главного управления МЧС России по Курской области.